Девушки отдыхают По заявлению Розаева против Васильева Правильно я сказал? Да-да Открывается, слушаю, истец Ваша честь Я подаю иск О признании недействительным постановлением администрации Новодворского сельского поселения О передаче дома в собственность ответчику Я требую признать право собственности на дом за мной В силу приобретательной давности Расскажите, почему? Ваша честь У меня отняли дом Который я собирался оформить в собственность Ну а почему не оформили? Дело в том, что 15 лет назад Я Начал восстанавливать дом В деревне Родионовка Вот этого конкретно новодворского поселения Вы знаете, какая там прекрасная природа? Нет Там такое огромное живописное озеро Я вообще большой любитель природы Я перекрыл крышу Ставил оконные блоки Отштукатурил весь дом Один Самостоятельно Изредка мне помогал сын А как вам достался этот дом? Дело в том, что С одним знакомым Мы проезжали мимо А я в то время как бы интересовался Думаю, ну как-то обеспечить старость Потому что в городе очень тяжело жить И естественно я увидел заброшенный дом Я обратился и узнал, что Он действительно никому не принадлежит Кому вы обратились? Я обратился к председателю колхоза Это что, был Советский Союз еще? Да, это было 15 лет назад И, собственно говоря Советский Союз прекратил существование Уж 27 Да? Ну, вы знаете Или сколько там? 27 Сейчас сложно об этом говорить Я хотел донести до вас мысль другую совершенно Что дом был бесхозный И я стал его восстанавливать Получилось так, что я потратил кучу денег Работал один по отпускам Зимой работал Никто мне не помогал Вы же сказали, что сын вам помогал Ну, сын изредка, знаете Сын у меня студент Он тогда, в то время Просто изредка приедет Когда я крыл крышу Он мне действительно подавал листы И все Больше особой помощи не было То есть я трудился один Итак, восстановили Красоту навели Крышу перекрыли Совершенно верно И тут образовался Мой дружок Видите ли Он меня попросил о том Чтобы я ему позволил Летом пожить со своей семьей В этом доме Позволили? Позволил Ну, как я не мог? Это мой армейский друг С которым мы действительно дружили И я не сомневался Нисколько в его порядочности Естественно И мне было удобно И ему было удобно По той причине Что я не мог приглядывать за домом А дому Ну, как конфетка Я вам даже вот сейчас Вот, ваше честь Дружок, я так понимаю Это Василий Да, да, да Андрей Андреевич Это бывший мой дружок Так называемый Вот посмотрите, пожалуйста Вот этот дом Который был до того Как я Начал его восстанавливать Вот я увидел его В таком заброшенном виде И вот посмотрите, пожалуйста Вот сюда Рядом Этот дом Это плод моих трудов Вот Я вкладывал Я вкладывал в него душу Не только деньги Понимаете И вот Этот товарищ На протяжении 10 лет Он, да Он проживал в этом доме Даже не проживал А отдыхал с семьей Я ему это позволил Последние 5 лет Я не приглядывал за домом Потому что По семейным обстоятельствам Мне пришлось уехать Из города У меня заводила Пригласил зайчик лисицу, да И лисица его Из этого домика Совершенно верно Вот прям по сказке Понятно И что дальше? Вы знаете Вот 3 месяца назад Я вернулся Я вернулся Ну естественно Мне захотелось узнать Как там ситуация Я съездил туда Встретился со своим Сколько лет прошло С того момента Когда вы заключили договор Аренды, пользования Какой договор-то был? Письменный? Вы знаете Я написал Тогда было правление колхоза Я обратился К председателю колхоза Он мне Говорит Ну в письменной форме В произвольной форме Я написал заявление Что прошу Передать мне В собственность Вот этот дом Но он мне Ответил тогда Что на тот момент В силу законодательства Нельзя было Вот как бы Разрешить Это пользование Вот И я на свой риск Вложил эти деньги Вы знаете Сколько денег? Вот здесь у меня Все написано Все вот расписано Сколько денег я вложил? Документы подтверждающие Ваш ремонт Ремонт Восстановление Все есть Конечно Конечно Все документальные Рассказывайте Передайте мне Все эти документы Пожалуйста А заявление Есть В администрацию? Заявление В администрацию У меня нет У меня нет Ну потому что Вы написали заявление Я его отдал Естественно Тогдашнему правлению Председателю колхоза Следующий вопрос В каком году Вы сколько лет назад Вы заключили Устный или письменный Был договор С Васильевым О пользовании О аренде Да дело в том Что мы друзья Я доверял Письменный договор был? Да не было ничего Абсолютно Ну и просто Не должно быть Просто получилось так Что Когда я Разрешите я продолжу Когда я Вот рассказал ему о том Что Возвратившись Что дом-то бесхозный И до сих пор не оформлен Он удивился А я ему сказал Что в силу законодательства Я не могу Потому что могут родственники Объявиться И оформить Его пока не оформили И вот Мой друг Бывший Подсуетился вперед И когда я обратился Третий раз задаю вопрос Сколько лет назад Это было? Ну где-то лет 12 назад Я построил дом уже И все Не построил А отремонтировал И вот это Сколько лет вы Отсутствовали В этом доме? Ну вот Пожалуй Вот эти 12 лет 12 лет В силу причин Которые я указал выше Вот И случилось так Что Собственно говоря Когда я обратился В местную администрацию В местную администрацию Вот здесь представитель Присутствует Он мне сказал Что подобного рода Заявление уже поступило И уже принято решение О передаче дома В собственность Вот этому товарищу Васильеву Васильеву Ну давайте тогда Послушаем Вашего товарища Васильева Андрея Андреевича Да? Ваша честь Я считаю Что Дом должен принадлежать Мне и только мне А все что говорит Игорь Это все И так И все неправда На самом деле Именно я Узнал о том Что Есть такое В деревне Совершенно бесхозное Никому Не принадлежащий дом В русском Совершенно состоянии Да откуда же Ты мог узнать Тебя там Ну откуда Ну откуда Ну что ж ты Ну а какая разница Откуда Я уже не помню Хорошо И так вы узнали Ты не помнишь Это было в 2003 году 15 лет назад Да Я узнал Что есть такой дом И я пригласил Своего Армейского товарища Игоря Розаева Помочь мне С ремонтом Чтобы я тебе помог Да Ну что ж ты нагло Так врешь-то У тебя особенности есть А что я тебе помог Ты крещеный вообще Да конечно А вы Будьте добры Со мной Беседуйте Ладно Жить в вашу честь Они между собой Слушаю Вот Причем Игорь Настолько увлекся Что Стал считать Что это его дом Хотя в принципе Ну какой он Во-первых Он на тот момент Был ничий И так вы начали Вместе С Розаевым Этот дом Восстанавливать Восстанавливать У вас документы Подтверждающие Что вы Вкладывали туда Свои средства Да конечно Я Есть У меня есть Расписки О том Покажи 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 Передайте мне Расписки Ну покажи Где это Расписка Дай посмотрю Покажи Я тихо Расписки Тихо Рядок Знаете Пришли в суд Две стороны Расписки И один и второй Говорят мне Что я построил Я привлек Своего армейского друга Значит что Оба мошенника Что ли Ваша честь Любой Любой Житель Нашего поселка Может подтвердить Что Моя семья Уже в течении 15 лет Каждое лето Проживает В этом доме И мы Подержим Этот дом В надлежащем состоянии Вот смотрите Вот видите Вот фотография Как вот Он сейчас выглядит А фотография Того дома Этого года Одну секунду Фотография Того дома Который вы Приобрели Сначала И начали восстанавливать У вас есть? Да У меня С собой ее нет Покажи Подождите Как же так Вы пришли в суд Доказывать свою правоту И не захватили Главное доказательство Ваше честь Главное доказательство Вот свидетельство О владении дома Оно уже есть Передайте мне Все документы Которые Вы хотите Мне передать А вы подойдите Пока ко мне Истец Это ваша расписка Идите сюда Да пожалуйста Ваша подпись Конечно Вы подписались Так вы Получили Денежную сумму В размере 45 тысяч рублей Совершенно верно Я могу вернуться И объяснить вам Ну объясните Объясните Да Объясните За что вы 45 тысяч рублей Получили Ну Во мне говорят Сейчас эмоции Просто Ну все переврал Послушайте 45 и 38 Да Я не отказываюсь От этих денег Знаете за что я получил Дело в том Что когда он проживал В моем доме Вот Первый сезон За две месяца Он мне заплатил деньги Я отказывался Я не брал эти деньги Я говорил Мы друзья Я тебе по старой дружбе Он говорит Нет Я не могу Злоупотреблять Твоим Значит расположением Ну не правильно Мне надо Заплатить За пользование Я понял Ну дело в том Что знаете Образовались Я вам самое главное Не сказал Он Почему эти расписки Они не за то Что он говорит Что он не платил За работу А они образовались Потому что Его жена Должна была видеть Куда девают деньги Ее Конечно Ваша честь Это сумма не маленькая В ситуации 2003 года Смотрите Это достаточно Ну ты же не платил Ты же не объяснил Что жена требует С тебя Куда ты делаешь Андрей Андреевич Андрей Андреевич Хотя бы Оштрафую Простите Хотя бы Два-три документа Подтверждающие Что вы покупали Какие-то Стройматериалы Я не знаю Трактор вызывали Что-то Здесь Или тоже дома Оставили Это был На договорной основе Понятно А теперь тогда Ты же постоянно У меня деньги Занимал Ну взгляни В мои глаза Сейчас оштрафую Простите пожалуйста Не нужно здесь эмоции проявлять Для того чтобы Доказать свою правоту Документально доказывайте Вы я так понимаю Представитель администрации Я именно глава администрации Глава администрации Объясните мне А как Появилось Вот это свидетельство О регистрации права Ваша честь Я начну с самого начала Я глава администрации Водворского сельского поселения О чем тут говорили Все дело в том Что Данный господин Господин Розаев Не то что Никогда Не заявлял Об этом доме Мы его в администрации Даже ни разу не видели С какого года Вы руководите администрацией Восемь лет назад Это значит десятый год Ну понятно А обращался раньше Розаев говорит Но 19 лет назад Вас не было вообще Господин Розаев Штрафую вас На две тысячи рублей Ваша честь Виноват Все это время Давайте ответчику сказать Все это время Там проживает Андрей Андреевич Васильев Со своей семьей Участвует И во всех Сельских собраниях И мы видели Как он восстанавливал дом Вот Та вот эта фотография И то что было до этого Он восстанавливал дом Как вы могли это видеть? Господин Розаев Мы вас выслушали Дайте с уважением Он восстанавливали 12 лет назад И теперь не имеем Ничто Удалить вас из зала? Простите пожалуйста Ваша честь И Ваша честь Естественно Когда Господин Васильев Пришел в администрацию И заявил свои права Чтобы Вступить В бесхозный Абсолютный дом Мы пошли ему Навстречу Потому что Мы видели Что дом восстанавливает Именно он То есть Вы видели Что дом Восстанавливается Ответчиком Васильевым Да конечно А когда вы стали Главой администрации Вы видели В каком состоянии Находится дом Вот В таком Слева Или справа Это вот Скорее всего Вот та фотография Где заброшенный дом То есть Когда вы пришли Он был вот таким Именно таким Да Ну не совсем таким Таким образом Таким образом Вы забрались просто Если он только на лицо Я не сковор Последний раз Предупреждаю Удалю Таким образом Видимо У ИСА Какие-то фальшивые Что ли документы Фальсифицированные Ну я хочу сказать Потому что Документы здесь О покупке Стройматериалов О договорах Подряда На установку Оконных проемов Они датируются Раньше Чем Вы пришли На эту должность Тем не менее Мы этого господина В администрации Никогда не видели И если он претендовал На данный дом То нужно было быть Наверное Как-то активнее И держать Администрацию в кунсе Ваших намерений И еще один к вам вопрос Вы Знаете О том Что закон Не дает Таких полномочий Сельская администрация Да Мы знали Там по-моему Прошел Однако нарушили закон У вас Вы говорили Свидетель есть Да Конечно Пригласите Свидетели Пожалуйста Спасибо Свидетели Са Войдите Представьтесь Бородин Николай Степанович Николай Степанович Я Бывший Председатель Этого колхоза Хочу заявить Что Никакого Права Ответчик Васильев На дом Не имеет Конечно Совершенно верно Почему Дело в том Что В этом спорном доме Не проживал Никто Лет 20 Примерно Вот так До этого Правда Жила там Одна одинокая Старушка Но у нее Было Ни родственников Не было Ни детей И так вот Дом и остался И если бы Не истец То он бы Давно превратился В развалюху Истец Обращался К вам Заявлением О признании Права Именно Этот человек И пришел Ко мне 15 лет назад И попросил Чтобы я ему Отдал Эту развалюху Ну а У администрации Перей Написал заявление Написал заявление Со своей просьбой Вот оно У вас осталось Заявление А вы что Уходя с должности С собой забрали Ваша честь Насколько я знаю Старое здание Администрации колхоза Сгорело Вместе с архивом Откуда у вас это Передайте мне Пожалуйста Эту Справку Или что это Дело в том Что Заявление Дело в том Что за прошедшие годы Там много чего Не сохранилось В администрации А то что она сгорела Это как колхоз Развалился То тут и стала И администрация гореть И все остальное И я ушел Но тем не менее Какие-то документы Я говорю Вы сохранили Неизвестно Откуда вы образовались Что вас назначили Спасибо Что я хоть часть документов Себе забрал Почему вы их не принесете В администрацию А так Совсем беда было бы Подойдите Подойдите пожалуйста Подойдите сюда Подхожу Пожалуйста Распишитесь О том Что вы предупреждены Об уголовной ответственности Задачу заведомо ложных Показаний Как свидетель Вот здесь распишитесь С них тоже надо взять Задачу ложных Да Своими делами занимаетесь Слетишься Со своего места просто Спасибо А ты-то Андрон Это мое Что ты с вами Что ты с вами Вот тебя дети увидят Понимаешь Что меня дети увидят Дочери твои Увидят тебя Посмотрят У меня к вам Я вас понял Этого достаточно У меня к вам вопрос Да Какие-либо дополнительные Доказательства Вы хотите представить Суду для того Чтобы в обосновании Своих требований И возражений Дополнительные доказательства Только одно Что вот свидетельство есть Раз И второе И второе доказательство Второе доказательство Что дом Дом находится В нормальном состоянии А вот этот гражданин Не появлялся 12 лет Последний раз 12 лет За 12 лет Понимаете В деревне Во что может Суд разберется Почему не появлялся Я уже объяснил Дело в том Что 15 лет назад От Ответчика Никакого заявления Не было Ответчика Вы видели 15 лет назад Я вас вернул У меня Вы не давали Я заявление Какого мне Не давали Не надо цепляться Суд удаляется Для принятия решения Суд Суд оглашает свое решение Суд Разобравшись В вашем деле Считает Что необходимо Удовлетворить Ваши требования В части Признания Недействительном Постановление Сельской администрации О передаче Дома Ответчику Васильеву Закон Местной администрации Такого права Не предоставляет Доказательство Что ответчик К которому Предъявлены Исковые требования Администрации Сельского поселения Является Бывшим собственником Спорного имущества Материалы дела Не содержат Так как Прежний собственник Неизвестен Как указывает Истец В исковом заявлении То заявленный Иск О признании Права собственности В силу Приобретательной давности Не подлежит Удовлетворению Однако Это обстоятельство Не лишает вас Права На обращение В суд В установленном Законом Порядке С отдельным Заявлением Об установлении Юридического Факта Добросовестного Открытого И непрерывного Владения Этим имуществом Как своим собственным Так что Вы можете Подать заявление О признании Юридического Факта Вам решение Суда Понятно? После Вступления Решения Суда В законную силу Свидетельство О регистрации Права Будет Аннулировано Слушание Дело Окончено Решение Суда Иск Удовлетворить Частично Я добьюсь В следующем Суде Чтобы дом Принадлежал Мне По жизни Я вообще Оптимист И верю Что все будет Хорошо Дом Будет Мой Считаю Что здесь Виновата Бывшее правление Колхоза Если бы мы Вовремя Получили Все сохранившиеся Материалы То данной ситуации Просто бы не было Я никому Не отдам Свой дом Я буду Бороться 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 И бороться Продолжение следует